и так приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет всем привет читаю ваши комментарии некоторых блокируют мое право у меня в гостях и так далее и по поводу цен смотрите сейчас еду я снимать парочку домов парочку квартир наверное раз вас так очень сильно цены выбешивают бываешь такую ночь убежать да не нравится вам правду матка в глаза я решил все таки попробовать немножко по-другому я решил мягко говоря снимать и наверное как все нормальные люди особенно это я посмотрел ролики которые снимают в турции снимает в арабских эмиратах снимает там где-нибудь в испании решил не озвучивать цены чтобы вас не раздражать чтобы просто смотрели красивые дома красивые квартиры красивые ремонт а иногда может и некрасивые квартиры некрасивые ремонты и вот как бы так поэтому наверно теперь цены озвучивать не будем чтобы вас не раздражать первое второе стали частенько писать по поводу того что психолог помогает ну да не помогает психолог самое интересное что есть люди да особенно некоторые женский пол там наталья там периодически пишет еще что нибудь там всякую ерунду самое интересное что вот многие говорят про психолога да там помогает или чувствуем и и что и самое интересное что вот я например не смотрю тот контент которыми не нравится я не смотрю тех людей которые мне не нравится например я у соловьева не смотрел ни одну передачу не нравится бывает что не нравится или например вот я не смотрю но например кого там еще да я даже их не знаю кого кто мне особо ну не симпатичен я даже и не смотрю здесь есть люди которые берут которых я раздражаю все равно сидят и не пропускает да это самые преданные мои подписчики сам преданные мои фанат может даже не подписан но все равно не пропускает не ни один ролик так и ребят кому нужен психолог мне или вам может быть психолог нужен вам вот может быть это у вас там да есть какая-то зависимости что вы берете и вместо того чтобы заниматься своей жизнью проживать свою жизнь вы берете и смотрите за чужую жизнь еще смотрите за тем человеком который вас бесит которым вас раздражает который мне нравится как он высказывает свои мысли которые берете и всегда будет прямо там могу это качество себе выработать что может было мягко говоря сложить чтобы можно так завуалировано знаете как учит обычно девочка не толстая а девочка какая девочка толстая а вот нет не хочу даже за эту . ситоса толстая не toyota а вот не знаю что еще и так далее поэтому по поводу того что то пишите психолог и так далее мне кажется что те люди которые я не нравлюсь которым не нравится мой контент и так далее я думаю что скорее всего это вам нужно обращаться к психологу и все сейчас едем снимать с вами дома сразу говорю на дома по поводу по сути вот вы уже их не на канале видели если не ошибаюсь продавали мы их по пять с половиной миллионов рублей сейчас конечно не стали чуть-чуть чем подороже но все равно не смертельная цена как бы все равно это я бы показывать те дома которые находятся именно по низу рынка который вот ниже уже и не не придумаешь поэтому посмотрим сейчас с вами все это попробуем с вами заснять отснять показать в конце концов и вот уже будете делать для себя определенные нужна будет цена будете писать ну сразу говорю пишите мне ватсап скидывайте ссылку на тот или иной видеоролик и соответственно когда я уже вам буду озвучивать цену чтобы еще раз говорю чтобы никого не раздражать потому что еще раз повторяю и мы сделали анализ самый большой раздражающий фактор это цены на недвижимость и конечно многие смотрят меня в том числе и мечтатели которые мечтают которые которые думают что летит волшебник в голубом вертолете и все сразу восстанет хорошо и прекрасно да там за не будет этого не будет поэтому названного всего над собой пахать сейчас встретил своего клиента ему 37 лет 37 лет и сидит да вот наверху что обучаюсь смысл вот но вот сижу вот через skype у нас там а где-то обучение хотя это очень успешный человек у него очень много бизнесов если не ошибаюсь 8 разных бизнесов и так далее и ему 37 лет продать продолжает да вот это определенные тренинги все и он продолжает себя прокачивать и ему почему-то это не западло поэтому наверное он богатый у него потому что мы там делать нечего скучно и так далее все у меня по графику да у меня там обучение то же самое все это есть потому что прекрасно понимаю что без знаний никуда не деться и соответственно в каждый бизнес требует определенные знания мои и поэтому вот всю жизнь где обучаясь говорит в принципе когда живет не было паузы даже не было месяца чтобы я там себя не прокачивала хотя скажут блин ты учредитель что-то в себя прокачивать нечет представляете себе и даже учредитель генеральный директора и так далее хотя он сказал я не верясь где генеральным директором ягод учредитель я говорит это научился правильно все делегировать поэтому я ставлю исполнитель директором говорит это все равно это как-то не крути это исполнитель говорит а ягод с утра всем раздаю задачи и дальше занимаясь саморазвитием чтобы можно было дальше чем-то стремиться и так далее хотя вот многие из вас считают что обучаться ну мягко говоря зазорно что вы и так больше всех и лучше всех все знаете и это прекрасно понимаю потому что было у нас такое всю жизнь особенно старше старше нашим поколением при советском союзе вот ты получил себе профессию слесарь и все ты должен умереть свою профессию слесарь должен прожить жизнь с профессией слесарь и так далее и что новое для себя то ты что зачем я учился в училище два года а некоторые даже в институте пять лет вот так на самом деле я думаю что сегодня я еще немножко разбавлю контент поснимает для вас наверное недвижимость и поснимает для вас какие-нибудь интересные места в сочи для того чтобы действительно кайфанули получили эстетическое удовольствие потому что сочи очень много мест которые можно посетить и это не только там всевозможные рыбалки яхты и так далее там много чего здесь интересного есть поэтому и обязательно для вас все это сегодня стараюсь заснять и показать камера в принципе наверно уже зарядилась ну-ка давайте посмотрим о сто процентов поэтому мы сегодня мы сделаем много чего интересного как видите очень да по поводу смотрите я сегодня с утра в ролике склада это по поводу того что июня выбирает нищий продать да это не мои слова я при считаю что такое слово это я говорю слова тех людей как которые работают в сфере услуг и тому подобное я говорю про тех которые вот занимаются прокатами например тех самых водных мотоциклов и тому подобное экскурсии и так далее люди приезжают сейчас июньские люди это те которые вот все купили там путевку или бы например купили например например билеты на самолет прилетели и сняли жилье и все и кроме там не знаю там кроме доширака и и тому подобное и пивасика с свинцом никого и ничего не видят как бы ничего не посещает максимум что могут сходить в парк юр потому что он бесплатный полностью бесплатный парк максимум куда могут сходить это там например где-нибудь там по набережной прогуляться и так далее даже если посмотреть даже посещение того же самого тендерария и парк южнокультурных статистика пока не очень хорошая потому что ну люди даже 250 300 рублей не готовы отдать да и на улице и все то же самое мы сейчас с вами все-таки доедем до Соболевки посмотрите дорогу с центра поскольку она занимает потому что там будет два интересных объекта даже не два а три я сниму вам два домика сейчас и сниму для вас апартаменты в том числе апартаменты довольно-таки неплохие я как-то их снимал но не было такого такого хорошего вида и так подобное сейчас конечно же там апартаменты комплекс выглядит очень даже достойно и мы попробуем не увидел я из-за неправильно припарковывал автомобиль что молодая пара прошла вот по поводу парковок да то что я вся против да вот когда тут паркуется смотрите из-за мерседеса вот я сейчас не вижу появится какой-нибудь не появится ну не зря же я говорю что там нельзя останавливаться за 15 метров до пешеходного перехода поэтому меня это и раздражает потому что из-за какого-нибудь вас автолюбителя который решил сэкономить потому что здесь есть парковка где вы можете спокойно за 300 рублей оставить есть вероятность что можно просто-напросто сбить пешеходы и тому подобное просто из-за таких автомобилей не видно как бы да вот не зря же эти правила дорожного придумали они же правила дорожного движения они же прописаны и написано кровью все-таки вот так поэтому если человек на мерседесе себя ведет как свинья я в принципе то же самое скажу не обязательно что у меня там придет отношение к тойоте например я сейчас еду с другом в белоруссию через неделю забирать автомобиль он там себе купил автомобиль который будет мягко говоря совсем той марки которая мне нравится хотя может я проеду и поменяю свое мнение он купил там себе лексус есть танк ИС-3 Иосиф Сталин есть ИС есть седан седан от лексу он его себе купил и вот наверное мы туда полетим на самолете обратно с другом поедем на автомобиль ну я люблю тоже немножко путешествовать и так далее и конечно может быть у меня мнение и поменялось вот как бы так ну что мы с вами подъехали к морскому порту к морскому вокзалу давайте попробуем климак все таки сделать чтобы немножко обдувал телефон потому что сейчас скорее всего да да сейчас да сейчас потому что скорее всего сейчас может наступить такой момент когда самсунг перегреется в общем самсунг это тот телефон который сам включается сам выключается сам обновляется он живет всегда своей жизнью знаете ну такое бывает единственный плюс самсунга то что вот у него есть кинорежим где не нужно по 10 раз монтировать не нужно там камер на капуто устанавливать и так далее тогда я могу вам показывать ту самую сочинскую красоту красотень красотищу и так далее по поводу еще раз июня это говорил не я это слова тех людей которые сейчас здесь обслуживают которые на яхты и так далее так далее так далее так далее все ждут июль август когда да цена будет подороже когда люди поедут по обеспечению я вообще считаю что этот период времени июнь месяц самый лучший вариант для отдыха потому что море не такое горячее там когда там в августе месяце плюс 27 градусов ты что искупался что не искупался здесь хоть немножко там море немножко бодрит как бы я считаю это будет очень круто и конечно же та самая погода вот сейчас 26 градусов когда можно хотя бы сходить на какую-то экскурсию можно в конце концов поплавать на яхте потому что например когда там 30 градусов и там все все вот так вот все пекло это просто ну как бы прогулка на яхте это переходит в мягкое мягкое извращение поэтому июнь месяц я считаю это самый классный период для того чтобы отдыхать народу не так много да вот и все равно вот как раз вот можно расширить свой кругозор потому что чаще всего вот приезжают да и когда там жарко там никакого желания не возникает кроме того как там сходить на море 300 и все в итоге все ходят красные обгоревшие всем хочется загар 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 двух practically Да, кстати, здесь парковки сейчас сделали парковки, раньше нельзя было крутаться, а сейчас парковки у нас сделали. Ну и мы сейчас с вами потихонечку все-таки попробуем проехать. Кстати, вот эти парковки бесплатные. Вот здесь, кстати, останавливаться нельзя. Тоже надо внимательно смотреть. И вот, да, ребята, если, например, вы встали не по вот этих полосочкам, у вас тоже могут машину опилкуировать, имейте это в виду. У меня у знакомого с Альбургом, он, говорит, ну, встал, говорит, там, ну, так, непонятно, поперек и так далее, и его машины эвакуировали. Сказали, что неправильное расположение, получается, автомобиля, неправильное расположение автотранспорта на проезжей части. И в том числе у себя приписали и парковку. Сейчас мы двигаемся немножко в горку. Здесь у нас Свято-Михайловский Архангельский собор. Тоже считаю, это самый, наверное, неудачный собор, потому что стена к стене. И к этому собору у нас кинозал фестивальный, где там часто проходят мероприятия, в том числе и у КВНщиков. И в том числе и у КВН-клаб и так далее. Но вы сами понимаете, что тренд 2021 года, если раньше у нас, ну, наверное, было непринято, некрасиво было, неэтично, материться, ругаться и так далее, то сейчас, конечно, картина другая. Сейчас посмотришь любое выступление, такое ощущение, как будто, знаете, шуток нет, и пока ты не заматерился, и все. И самое интересное, народ это все хавает, потому что там тоже, я вчера смотрел выступление, там, Гаррика Харламова, и вот у него, получается, смеялись только там, где он матерился. Как же смешно, он матерится, уйдем, и как это круто, и так далее. И, получается, представляете, все люди, которые пришли на службу, например, да, вот в этот собор, и они вот слышат, говорят, вот, говорят, мат, пошлые шутки и так далее. Наверное, это не самое лучшее. В этом отношении, конечно, я считаю, что виноградное, вот где, в котором мы тоже проезжали, да, там, получается, храм на виноградный, он гораздо интересен. Я, кстати, если честно, не знаю, чем отличается храм от церкви, и в том числе от собора, я не знаю. Но я думаю, что смысл везде один и тот же, это служба, служба, процесс, не знаю, да, наверное, служба и все. Ничего, кроме службы. Эта улица у нас Соколова, здесь мы должны были с вами повернуть, мы с вами повернем на следующем перебрестке, потому что здесь у нас большой образовался затор, сделаем все гораздо проще. Да, кстати, недавно я вам показывал объект интересный, где вы могли купить пентхаус недорогой, с тем более за 167 миллионов рублей, но если хочется альтернативу, то вот с этой стороны, вот с левой стороны, театральная 11. Как бы, вот если бы я стоял перед выбором, я бы взял себе все-таки лучше театральную 11. Почему? Во-первых, театральная 11 это квартирник, есть прописка и все равно местоположение здесь гораздо лучше, гораздо интереснее. Здесь цена примерно такая же, миллион рублей за квадратный метр, тоже я сниму, наверное, не буду озвучивать цены, просто покажу, что есть такие хорошие дома, тем более этот дом идет сейчас у нас в топ-3 по фейковым объявлениям. Театральная 11, каждое второе объявление от агентств недвижимости, от частных риэлторов и так далее, именно здесь, что можно купить трехкомнатную квартиру, там, за 7 миллионов, за 9 миллионов рублей. Раньше делали 5 миллионов, а сейчас, конечно, понимают, что цены поднялись за 7, за 9 миллионов рублей. Поэтому я тоже вам сниму, потому что это мне до сих пор даже те люди, которые местные, которые живут в Сочи, и они мне даже умудряются прислать те самые ссылки. Максим, а вы знаете эти квартиры, а у вас эти квартиры есть, а через вас ее можно купить, тоже поэтому я обязательно для вас сниму. Вот как бы так. Сейчас мы с вами повернем, где тоже есть хорошие топовые жилые комплексы, такие как Морской дворец, там тоже есть пентхаусы недорогие. Сейчас я вам скажу, сколько стоит. Ну, реально, недорого стоит. Многие тоже там в топ-5 входят по Морской дворец. В топ-5 входят по фейковым явлениям. Поэтому давайте. Там тоже, кстати, есть хорошее предложение по цене ниже рынка. Там есть у нас 451 квадратный метр всего лишь за, ну, как бы с ремонтом, само собой, всего лишь за 550 миллионов рублей. Ну, и есть, конечно, поменьше. Есть 275 квадратных метров за 280 миллионов рублей. Поэтому, если вам интересны такие объекты, конечно же, я вам их сниму. Поэтому в Сочи есть что выбрать. Ну, а если неинтересно, то я сегодня вам сниму апартаменты, но относительно недорогие. Сниму апартаменты на Соболевке. Куда мы, в принципе, сейчас с вами и едем. Не люблю снимать, если честно, дома, потому что я прекрасно понимаю, что каждый второй мечтает о домике в прекрасном городе Сочи. Ну, и при этом все рассчитывают, что можно купить за 3, там, за 5 миллионов рублей. Говорит, Максим, покажи нам лучше нормальное, доступное жилье за 3, за 5 миллионов рублей. Дом не меньше 10 соток земли и так далее. Ребят, это у нас есть в таком варианте, можно купить в Балаково, это Саратовская область. И там вы можете на 10 сотках земли взять за 3 миллиона рублей. Ну, такси, сложно без разницы, но вы рулите по барабану. Здесь, кстати, я тоже снимал квартирку, тоже здесь не дорогая квартирка есть, там всего лишь 45 миллионов рублей стоит. Если кому-то хочется в этом доме на красном 2, тоже обращаемся. Ну, и вот, в принципе, вот здесь у нас цена, да, вы говорили миллион рублей за квадратный метр, вот здесь. Но стоит нам только 1,5 километра проехать, вот здесь всего лишь 1,5 километра, и вы уже можете купить недвижимость по 200. За 1,5 километра вы можете купить недвижимость в 5 раз дешевле. Вот так вот так. Поэтому, кому нет возможности купить по миллион, по миллион двести за квадрат, вы можете посмотреть в сторону Соболевки. И то, опять же, Соболевка тоже у нас, например, тот же самый ГНПЛС, 350 тысяч рублей за квадратный метр, но есть там миллион. Алло. Максим, здорово. Да, привет. А ты в городе? Ну как, почти, на Соболевке. А у тебя паспорт с тобой? Да, конечно. Короче, тут расклад какой мне надо сейчас за даты к этому типу за тачку скинуть, а одним переводом нельзя, надо еще кого-то. Это время будет что-то, если в центр поскочить. Ну, минут 20, я сейчас быстренько сниму, давай, минут 20 я освобожусь. А, я знаешь где? Я на торговой галерее, где это по затахатах раньше было, помнишь? Да, помню. Вот, я здесь, в Срезном. Все, хорошо, давай. Давай, добро, Максимус, как раз обсудим только перелет. Давай, всем. Пойдем, пойдем. Ну, вот, как раз вот мы, просто что я говорил, мы там с Дмитрием, он купил себе Lexus, вот сейчас переводит все там, ну и хочет, чтобы я с ним тоже за компанию слетал во Белоруссию и оттуда мы с Минска пригнали его прекрасный автомобиль. Офигеть, что здесь строится. Нормально, какие-то дома строятся такие. Здесь это тоже апартаменты, но здесь я их похоже сниму, потому что они гораздо дороже. Я прекрасно понимаю, что вам надо показать сейчас что-то более-менее доступное. В целом, вот так, если днем ехать на Соболевку, в принципе, все хорошо и прекрасно. Ну, я бы сказал, что даже замечательно. Вот эта дорога с иностранным движением. Здесь, да, вот сейчас будет небольшой участок, где будет дорога с иностранным движением. И там, конечно же, проехать, мягко говоря, некомфортно. Но в целом, в целом, я считаю, что здесь прям все очень даже хорошо. Ну, как бы, ну, относительно хорошо, относительно цены. Вот смотрите, мы смотрели там, да, вот улицу Кубанская, миллион рублей за квадратный метр. Сейчас, куда мы едем, там цена 200. Я думаю, что если уж нет возможности по миллиону рублей за квадратный метр купить, то, в принципе, можно рассмотреть Соболевку. По сути, там, ехать-то здесь 5-7 минут, не больше. И вот вам жилье. Кстати, Соболевка, если так посмотреть, это максимально приближенный район к центру. Потому что теоретически здесь можно пешком, например, дойти до Зимнего театра. И также многие риелторы, некоторые, да, выбирают транспортный вариант, бюджетный вариант. А некоторые выбирают Соболевку. Я бы себе Соболевку не брал, скажу честно, потому что мне важно дороги и так далее. Потому что я пешком особо здесь нигде не хожу. А если захочу пешком походить, я возьму на машину, доеду до морского вокзала, поставлю машину на парковку и спокойно буду гулять по красивейшим местам. Например, идти, например, на прогулку через вот такие вот прекрасные места, но у меня не возникает желания. И, как показывает практика, когда я жил на транспортной, я гулял чаще, чем когда я живу в острове Мечты. И вроде остров Мечты пешая доступность до всего, но при этом я прекрасно понимаю, что, наверное, это не совсем то, что хочется. Вот как бы так. Поэтому я говорю, ну, на нашу линии завтра день и так далее. Здесь, конечно, разъехаться довольно-таки проблематично. На этих местах бывает, но ничего страшного. Вот именно поэтому многие Соболевку немножко недолюбят. Как только, может быть, градостроительный план КАР разработан, как только сделают выезд, например, или съезд от дублера курортного проспекта на Соболевку, а сейчас такой выезд напрашивается, то, конечно же, Соболевка сразу возрастет в разы. Да, есть в Соболевке определенные минусы. Это отсутствие тротуаров, как таковых, потому что это все-таки с одного часа, не будем об этом забывать. Есть там еще отсутствие школы и так далее. Ну, с другой стороны, блин, есть здесь вот за вокзальный район с левой стороны. Захотели, там, поднялись по этим 220 ступенек, и все, и вы находитесь в за вокзальном районе. Ну, в принципе, тоже не критично. Плюс, опять же, да, толстыми не будете. И Максим, и вас-то не будет задевать такие вот мои выражения, когда я говорю про толстых курящих баб. Вас не будет задевать, потому что вы не толстые, не курящие, а вы нормальные, хорошие, подтянутые, потому что живете на Соболевске, и часто ходите пешком по лестнице части наверх. Вот, как бы так. Конечно, тоже таксисты Соболевку недолюбливают немножко, потому что ехать некомфортно, но, как бы, ценники, мягко говоря, смешные. Ну, потому что вроде расстояние небольшое, поэтому и проезд недорого стоит. И, ну, при этом ты тратишь времени больше. Одно дело, ты до транспорта уже долетел бы, а другое дело, ты вот здесь потихонечку едешь со скоростью, сколько там, 18-20 килограмм в час. Ну, вот, как бы так. Поэтому еще раз, те женщины, которые воспринимают некоторые мои слова к себе в обиду и так далее, женщины, обращайтесь к психологу. Мне, вот, например, без разницы, кто мне там что говорит, потому что я знаю себе цену, я знаю, что я красавчик, я знаю, что, как бы, таких, как я, можно на пальцах пересчитать одной руке, талантливых, целеустремленных, спортивных, энергичных, сексуальных, красивых, как капля водки чистых. Понимаете? Вот, как бы так. А если у вас какие-то комплексы, то это вам нужно психологу. Я с психологом работаю, да, то, что мне нужно было, я получил от нее. А сейчас просто мы общаемся, и понимаем прекрасно, что мы просто общаемся как друзья. И некоторые у нас, у меня возникает с ней определенные идеи, да, вот, если бы не она, то я бы наверняка в жизни не поехал бы отдыхать один. А сейчас съездил отдыхать один, блин, и мне так понравилось, я уже не хочу по-другому.